Ну как, Василий, вы здесь не скучали? Ну, коллеги, как ваши успехи? Ну что ж, Павел Михайлович, докладывайте. Да вполне приличный собрался у нас материал. Обработаем мы его чуть позже, а сейчас мы приступим к анализу геногеографических карт. Принцип составления карт такой. Мы наносим частоту в процентах встречаемости кошек определенного типа. Ну вот, давайте посмотрим частоту распределения кошек длинной шерсти. Вот на севере, как было установлено, длинношерстные встречаются гораздо чаще. А почему? Ну, понимаете, значит, кошка, хоть и домашний зверь, но, в общем, ей погулять иногда надо. На нее действует естественный отбор, и длинношерстность обеспечивает повышенные шансы на выживание. Ну вот на юге тоже высокая чистота, но ведь там жарко. Тут вот какая вещь. Кошка все-таки и домашний зверь, и на нее действует и искусственный отбор. Вы, видимо, слышали такое название персидский кот. Ну, конечно. Вот такие длинношерстные коты были в давние времена очень популярны на Востоке. Если у древнего жителя Востока был персидский кот, это считалось как-то модным, престижным, он считался очень приличным человеком. Напротив, если, так сказать, у него вдруг появлялся короткошерстный кот, это вообще считалось, ну, не очень приличным. И поэтому вот такой искусственный отбор в пользу длинношерстных котов привел к тому, что частота этого гена повышалась, повышалась, и вот образовался вот такой оазис. Ну, между прочим, в этом оазисе возникла и потом оттуда распространялась еще одна мутация мраморной окраски меха. Вот видите, тот же район, и здесь очень высокая частота таких кошек. И отсюда она уже распространяется на соседние популяции. Если вы видите на северо-западе Евразии еще один центр возникновения и распространения этой мутации, откуда она движется, вот видите, постепенно в окружающей популяции. В нашу страну она входит вот из тех же центров, и видите, еще с востока, через торговые порты. Вот это очень интересная картина, что у вас возникну независимая эта мутация, потом распространяется по всему ареалу и становится достоянием всего вида. Вот в Сибири она еще не достигла существенной концентрации. А что у нас происходит с черными котами? Вот с черными котами получается очень интересная история. Тут нам крупномасштабные карты не помогут разобраться. Дело в том, что по всему миру прослеживается очень интересная закономерность. Чем больше город, чем выше плотность населения, численность населения, тем больше в этом городе оказывается частота черных кошек. Вот вы видите, значит, чем больше численность населения, тем чаще там встречаются черные кошки. А в сельской местности их совсем мало. Ну да, но в городе дыму много и черному легче спятаться. Это вы, Василий, видимо, вспомнили историю с березовой пяденицей и проводите аналогии. Но думаю, вы лучше других знаете, что кот вообще не бабочка, так что ему от птиц спрятаться не приходится. Нет, дело, видимо, не в этом. Ну, может быть, все происходит из-за суеверия, по которому черные коты приносят несчастье. Фу, какие предрассудки. Любой кот приносит счастье. Правда, Павел Михайлович? Ну, понимаете, Василий, тут на этот счет существуют разные точки зрения. Вот, например, в Шотландии был проведен опрос. Там спрашивали у людей в деревне и в городе. Как вы считаете, черный кот приносит счастье, или он приносит несчастье, или он вообще не влияет на человеческую судьбу? Так вот, результаты были такие. И в городе, и в деревне 20% сказали, что приносит счастье, 20% сказали, что приносит несчастье, а 60% сказали, что вообще не влияет. Так что, понимаете, отбор на основе суеверия здесь, видимо, не проходит. Так в чем же дело? А дело, видите, по-видимому, в том, что вот этот ген, который формирует черную окраску, он, кроме этого, оказывает влияние еще и на поведение. На самых разных животных, на лисицах, на мышах, на крысах, было показано, что вот эти черные животные, они более спокойные, более, так сказать, устойчивы к стрессу. И, по-видимому, естественный отбор в городах способствует их преимущественному выживанию. Вот напряженной обстановке современных городов. Ох, не говорите, такая нервная жизнь, на одной болельянке держусь, прошу, все, и уеду в деревню. Ну что, Василий, Василий, ну не уезжайте, пожалуйста. Нет. Ну что вы, ну как же мы без вас? Не знаю, друзья, не знаю. Знаете что, давайте лучше проследим за рыжими котами. Их много в Исландии, Ирландии, Северной Африке, Передней Азии, Центральной России. А вот в Италии, Франции, Испании, то есть в тех районах, которые занимала Древняя Римская империя, очень мало. Здесь нужно сказать, что частота генопоказатель очень стабильный. Если по какому-то конкретному признаку нет анбора, он может оставаться неизменным целыми тысячелетиями. Ну, может быть, дело в том, что римляне не любили рыжих котов, а вот, скажем, викинги почитали. Ну, с викингами это очень может быть. Среди них ведь было много рыжих. Так, помните, был у них такой знаменитый мореплаватель Эрик Рыжий? Да-да. Вот, а к нам в страну, на Руси, рыжие коты вполне могли прийти вместе с Рюриком из Скандинавии. Вот жалко, что на нашей карте нет точек вдоль Древнего пути из Варяг-Греки. А то можно было бы проверить вашу гипотезу. Вот если бы можно было там посчитать? Да, но мы с вами вряд ли туда попадем в ближайшее время. А жаль, ведь это очень интересно. Интересно. А знаете что, Павел Михайлович, у меня есть идея. А пусть посчитают наши зрители. И не только в этом районе, а и в других. Разве мало в нашей стране интересных мест для исследования? Ну, что вы. Наша страна очень интересная в геногеографическом отношении. То есть какие разные есть климатические районы. Есть районы, где всегда тепло. Есть районы длинной и холодной зимы. Как это влияет на направление естественного отбора. Какие интенсивные переселения народов проходили и в древние времена, и в наше время. И кошки сопровождали людей в этих переселениях. И это, несомненно, сказывалось на облике популяции. Давайте действительно попросим наших зрителей посчитать по сотне другой кошек по месту жительства. Это занятие и полезное, и приятное, и может заниматься и летом, и зимой. Просто у вас в каникулы будет больше свободного времени. Вы своими глазами увидите, как разнообразен этот вид. Обычная домашняя кошка. Ну что же это выходит, что наши зрители никогда не видели кошек? Нет, кошек-то они видели. Я просто хотел, чтобы наши зрители обратили внимание именно на поразительное разнообразие этого вида. Чтобы они поняли, почувствовали, что это разнообразие и есть основа для эволюции. Составьте для себя таблицу. Вот такую. В этой графе у вас представлены основные типы окрасок. Рыжая, черная, мраморная, белое пятно и длинная шерсть. И в эту таблицу вы будете в ней отмечать всех кошек, которые встретятся вам во время вашей экспедиции. Вспомните, какую кошку первую встретили мы во время своей экспедиции. Рыжая, белое пятно, шерсть длинная. Правильно. Для нее мы делаем вот такую отметку. Значит, она рыжая, белое пятно, длинная шерсть. Эти признаки мы отмечаем. Следующая, кто у нас был? Следующая у нас была серая. Так. Значит, не черная, не рыжая. Серая, да? Длинная шерсть. Длинная шерсть. Белых пятен у нее не было. Хорошо. Потом нам еще, помните, встретилась довольно симпатичная парочка. Угу. Оба кота серые, с белыми пятнами. С белыми пятнами. Значит, ни мраморного рисунка, ни длинной шерсти у них не было. Здесь мы ставим прочерки, а ставим плюсики только на белых пятнах. Да? Угу. Так, ну и последнее, кого мы встретили в своей экспедиции. Это была мраморная. Так, мраморная. Минуточку. Мраморная. Мраморная это у нас. Белое пятно. Белое пятно. Шерсть, по-моему, была короткая, да? Да, короткая. Короткая, да. Значит, здесь плюс. Значит, здесь прочерки, да, вот здесь плюсы, и здесь тоже прочерки. Серого, полосатого, короткошерстного кота, то есть не имеющего ни одной из этих мутаций, вы обозначаете прочерками во всех графах. Затем, когда у вас составлена такая таблица, вы можете посчитать частоту определенных геновокраски, отнеся количество плюсов в соответствующей графе к общему количеству посчитанных кошек. Когда вы заполните эту таблицу, присылайте ее нам, но копию оставьте себе. Дело в том, что она вам пригодится. Вот этот материал вам пригодится еще при изучении проблемы, связанных с генетикой популяции. Вы будете с этими проблемами знакомиться в 10 классе. Тогда вы можете по-другому уже взглянуть на тот материал, который вам и собран. Вы уже тогда узнаете, что такое вот эти менделирующие признаки, как они себя ведут в популяциях, как действуют на частоту генов, естественный отбор, генетикоавтоматические процессы, свободное скрещивание, как на основе изменения генных частот происходит эволюция популяций. Вы уже сможете оценивать не только частоту фенотипов, как вот мы делали сейчас, но и частоту конкретных генов популяции с использованием уравнения Харди-Вейнберга. Вот этот материал, может быть, он вас, так сказать, натолкнет на собственные исследования. Успех вашего первого геногеографического исследования позволит вам двигаться дальше. Желаю вам удачи в вашей экспедиции. Только я вас очень прошу, будьте повежливее с объектами вашего исследования. Я вас очень прошу. Ну что ж, будем считать, что экспедиция продолжается. Мы желаем вам успехов. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok